Всем привет, меня зовут Янишевский Антон. Привет, меня зовут Александр. С вами Кайт Секта, и мы сегодня немножко поговорим о том, что мы едем в Дагестан с 10 по 20 сентября. Или ошибся? 10 по 20 сентября, все верно. И что мы там будем делать, как будут проходить обучение? Я, собственно, буду задавать вопросы. А Саша будет в роли человека, который хочет поехать. Саша, что там за обучение, где мы будем учиться? Учимся мы в бухте Сулак, это залив от Каспийского моря. Ну, заниматься мы точно будем, только на бухте Сулак, а кататься уже, возможно, на Каспийском море тоже. Я взял микрофон. В общем, второе, где мы будем жить, и как вообще размещаться? Отвечайте. Размещаться можно в любых домах или гостиницах, которые вы найдете. Мы ищем через Авито, либо посуточную РУ. Конкретно наша компания сейчас, которая уже точно едет, мы снимаем дом. На протяженности от Бух Махатикалы до Сулака, до бухты Сулак, очень много различных сел, деревушек. Вот одно из такой деревушек прибрежных, Кизлярская лагуна это называется. Вот мы там будем жить. Так, следующее. Самолет ходит в Махачкалу? Самолет, это хороший вопрос. Он летает. Он не ходит, он летает туда. Вот, и поезда туда тоже ходят. По обучению. Сколько инструкторов едет, и что с оборудованием? Инструкторов у нас точно едет три человека. Оборудование у нас все есть на всех. То есть, если даже это легкая девушка будет, мы для нее найдем оборудование, в которое она сможет заниматься. Ну и для большого мужчины, конечно же, мы тоже все найдем. В общем, Сулак прекрасное место для обучения. Это мелкий-мелкий залив, который обдувается со всех сторон. Если вы хотите начать заниматься кайтингом, это идеальная история. Если вы хотите продолжить заниматься кайтингом, получить трючки какие-то, это тоже идеальная история. Далее, погода там хорошая. Если вдруг не будет дуть, хотя там дует всегда в сентябре, можно поехать в горы. В горах тоже очень круто и красиво, и там неплохой колорит. Что еще? А еще то, что у вас будут нереальные впечатления. Вы как бы запомните начало осени и продлите свое лето. И будете в восторге от взаимодействия с водой и ветром. Это мои пожелания. Саша? Да, учитывая, что если вы смотрели прогноз погоды на следующей неделе, уже в август, у нас становится самый холодный. Ну, в Поволжье, во всяком случае, точно. Так что отличная возможность продолжить лето. Надо валить с вами кайтекта.